В Житикаринском районе который день сухо. С начала лета дождь здесь прошел один раз. Поэтому разговор Акима области с местными аграриями, состоявшийся прямо в поле под палящим солнцем, радостным не назовешь. Это еще не самое худшее поле, так скажем. Здесь вы будете убирать? Ну, комбайн не возьмет сейчас пока. Комбайн такой не возьмет. Вот мы зеленышки обсмотрим, все щупаем мелкое. Проблема с урожаем сегодня у многих хозяйств юга нашей области. Немало аграриев планируют, что смогут убрать не больше 2-3 центнеров с гектара. В связи с этим Акима области обратил внимание сельхозтоваропроизводителей на то, что засушливые годы у нас случаются нередко. И пора уже сделать из этого соответствующие выводы. Самое главное перестать рассчитывать только на выращивание пшеницы. Конечно, когда ни одного дождя нет, совсем тяжело. Но тем не менее, культуру земледелия надо улучшать. Технику надо приобретать необходимую. И надо заниматься диверсификацией. Не только рассеянием надо заниматься, но надо смотреть, что еще. Животноводство мы сейчас развиваем. Программы Сабага есть, другие программы есть. Поэтому сегодня созданы все необходимые условия, приняты ряд важных государственных программ по стране. Надо их использовать и надо заниматься. За примером далеко ходить не надо. В Житикаринском же районе одно из местных хозяйств, сталкиваясь из года в год с одними и теми же проблемами, решило пойти другим путем. Сократить объемы выращиваемой пшеницы и перейти на высокорентабельные экспортные кормовые культуры – люцерну и кукурузу на орошаемых землях. Стоимость проекта – 2,5 миллиарда тенге. Мы изучили рынок, мировой рынок потребления кормовых культур. Это Иран, это Китай, это Кувейт, который нуждается в высокопротеинных кормах. Мы сделали анализ почвы своей, отправили в Германию. То есть финмодель, окупаемость проекта – это при базовых показателях – это 5 лет, при пессимистическом так варианте – это 9 лет. А на основе кормовой базы планируют развиваться в мясном направлении и построить от корм-площадку до 10 тысяч голов в год. Стоимость проекта по животноводству – до 4 миллиардов тенге. Сюда же относятся затраты на покупку сельхозтехники и высокопородного скота – ангусов и гирифордов. В ближайшем 10-15 лет в горизонт планируем мы видим себя супермарктом по продаже кормов. То есть ты приехал домой, ты приехал к нам на территорию, мы вам бигбэгом загрузили сено, бигбэгом сенар загрузили, бигбэгом загрузили зерносмесь. Он уехал и все, и он выращивает маточный поголовник, держит корову, держит теленку. Теленку он 6 месяцев бесплатно подержал, условно говоря, на полях, и нам продал. Все, его задача – дальше содержать эту корову. В перспективе все местные жители, занимающиеся выращиванием бычков для откорм-площадок, смогут продавать их в полгода своему же житикаринскому предприятию, а не везти животных на крупной откорм-площадке Кустанайского или Коробалыкского районов. Проект сейчас находится на согласовании в КАЗ Агрофинансе. Диара Хмечет, Валерия Диновьева, РТН, Житикаринский район.